добрый день уважаемые зрители слушатели я надеюсь со звуком все хорошо и если все слышно а огоньки загорелись значит все хорошо но тогда я думаю стоит начать сегодняшнюю встречу посвящена она будет созданию буктрейлеров рекламных роликов по мотивам книг название выбрала достаточно громкая но я надеюсь что в целом расскажу о том как создаются буктрейлеры о том какие есть основные принципы разные фишки и самое главное расскажу какие инструменты можно использовать для их создания пробежимся с вами и по обычным программам и по бесплатным сервисам ну и рассмотрим разные виды программ для создания видеороликов конечно все охватить невозможно но в целом основную картину я постараюсь вам сегодня нарисовать двигаемся до забыла сказать у меня в документах которые я предоставила для скачивания есть не только сама эта презентация но есть еще целая карта ссылок разные буктрейлеры чтобы не тратить время на вебинаре на просмотры кусочков видеороликов они все достаточно тяжелые я их с помощью ссылок собрала для вас для удобства на листе если они вам пригодятся можете скачать себе но я по ходу в чат тоже будут ссылки добавлять вдруг кому-то неудобно пользоваться так что вот такая двоякость можно смотреть с документа можно из чата чтобы всем было удобнее ну тогда начнем и так вообще видео о книгах это такой формат который сейчас набирает обороты в социальных сетях очень много видеороликов на ю тубе если мы введем слово буктрейлер нам выдаст несколько страниц выдачи вообще-то видео о книгах бывает разный не обязательно это быть буктрейлеры есть такое явление называется буктюбинг может быть вы с ним сталкивались это когда блогер садится перед камерой и рассказывает о своих впечатлениях о книге может быть в кратке о сюжете может быть о своих впечатлениях какие-то цитаты из книги ну в общем по сути рассказывает о своих впечатлениях рекламирует книгу вот пример такого буктюбинга я сейчас вам в чат отправила это несложно снимается с помощью видеокамеры и монтируется другой вариант литературные чтения тоже довольно популярен вы наверняка и сами создавали участвовали в таких марафонах когда перед камерой опять-таки кто-то встает читает отрывок из художественного произведения сюда дополнительно можно расцветить спецэффектами музыкальным фоном и так далее таких видеомарафонов особенно в условиях пандемии тоже было достаточно много вот еще одна ссылочка например таких чтений ну если у вас есть какой-то кружок драматический или у вас есть желающие сделать какую-то постановку то это тоже можно все снять на видеокамеру и тоже получается как видео по книге вот такие варианты но мы сегодня поговорим о самом популярном и самом доступном наверное формате это о буктрейлерах о том что это такое и для чего они собственно говоря создаются для чего понятно это реклама книги прежде всего то есть наша задача привлечь внимание к какому-то произведению рассказать о нем заинтересовать в идеале хотелось бы чтобы читатели тут же побежали библиотеку взяли эту книгу и начали ее изучать история буктрейлеров довольно давно уже началась 2002 году первый буктрейлер появился популярность их связано с распространением ютубе потому что первые видеоролики как раз буктрейлер появлялись именно там очень много их сейчас создается а первый видеоролик вышел 2005 году русскоязычный и это был такой интересный опыт экранизировали книгу псоглавцы причем сняли такой шикарный буктрейлер что стоимость этого буктрейлера не оправдалась продажами этой книги буктрейлер на книгу алексея маврина настоящий художественный фильм с актерами с какими-то спецэффектами драматическими в общем можно его сейчас на ютубе посмотреть он выложен в открытый доступ очень много на ниве буктрейлеров сделали разные издательские холдинги ну xmo например очень много издает буктрейлеров вернее издавало сейчас почему-то уже не так этот жанр популярен у книгоиздателей сейчас в основном этим занимаются библиотечные сотрудники ну вот примерчик тоже на экране понятно что здесь все сделано в хорошем качестве с максимальным привлечением ресурсов может быть специальные сценаристы работали над этим над всем и настолько популярно это стало что в 2012 году придумали проводить всероссийский конкурс буктрейлеров проводили три года и все ролики которые за эти три года поступили на конкурс да можно сейчас посмотреть на сайте ссылку на сайт я вам дала они все открыты для доступа это очень удобно вы можете эти буктрейлеры просматривать там и даже есть поиск по названию книги может быть какие-то идеи для себя возьмете может быть что-то вас натолкнет а может просто покажите видеоролик на своем мероприятии все это открыто для доступа всероссийский конкурс закончился повторять его не стали в 2015 был последний но сейчас да сейчас действительно очень много конкурсов буктрейлеров разного уровня вот нам подсказывают что есть страна читали есть региональные конкурсы буктрейлеров может быть вы сами проводили или участвовали в таких конкурсах их сейчас большое количество можно найти по поиску опять-таки в интернете настолько это все популярно что ученые вот пытаются и даже классифицировать по форме и по содержанию буквально несколько слов не будем увлекаться теории больше к практике но тем не менее игровые видеоролики это достаточно серьезная штука в основном этим занимаются специально обученные люди ну вот например специально киностудия любительская конечно но так или иначе сняла вот буктрейлер например 451 градус по фаренгейту то есть актерами реальное воспроизведение сцен декорации там настроен звук камера мотор в общем все как полагается опять-таки такое можно тоже сделать в условиях допустим библиотеки если вас есть желающие посниматься актеры хорошая камера что-то со звуком сделано неплохое чтобы это все хорошо звучало если у вас есть опыт какой-то то можно попробовать с этим а если опыта не очень много и возможности не очень широкий то можно начать просто с неигровых буктрейлеров таких наверное 90 процентов создается примерно это буктрейлеры основаны на слайдах то есть это могут быть какие-то фотографии картинки анимации книжные развороты рисунки из книги обложка само собой книги как куда же без нее может быть маленькие видео вставки какие-то видеоролики и так далее вот это все называется неигровой буктрейлер такой вот полотно сутканное из нескольких кусочков отдельно буктрейлеры анимационные стоят это прямо целое искусство анимации но тут опять таки есть и специально люди которые этим давно заниматься у них конечно получается замечательно а есть с помощью онлайн сервисов тоже можно создавать анимацию простую и что достаточно эффективно я вам такой более профессиональный сейчас ролик в чат отправила о том как создавать онлайн анимацию я расскажу чуть попозже вебинар будет следующем году в январе там уже про анимацию по подробнее поговорим по содержанию повествовательный буктрейлер это чаще всего такая встречающиеся явления когда мы просто рассказываем сюжет книги идем за автором тут главное не увлечься и не рассказать все до конца то есть наша задача повесить интригу на каком-то интересном месте прерваться а общий посыл будет такой если вы хотите узнать чем закончилось что было дальше то обязательно прочитайте книгу такую вот такой смысл атмосферные буктрейлеры это чуть чуть посложнее здесь мы выдаем на экраны разные эпитеты книги допустим это пронзительная история о любви это увлекательная история о том что такое дружба эта история предательство и взаимовыручки ну вот в таком духе если у нас буктрейлер строится называется атмосферный наша задача передать общее настроение книги атмосферу книги рассказать об эмоциях которые она вызывает тут хорошо пойдут отзывы читатели если вы их собрали допустим об этой книге опросили своих читателей то их можно сюда вставить ну в общем вот такой вот и с помощью пить это в описании ну и последнее концептуальное здесь в основе мысли автора цитаты какие-то его необычные наблюдения здесь мы скрупулезно изучаем книгу чаще всего это по художественной литературе бывает выбираем какие-то цитаты афоризмы необычные мысли замечания и вот на основе всего этого у нас крутится буктрейлер это наверное самое сложное вообще вся эта классификация конечно условная потому что мы можем зачитать несочетаемое мы можем начать пересказывать сюжет потом перейти к атмосфере и как-то по-другому все это построить тут главная фантазия автора так что это все конечно не догма а просто инструкция для использования теперь перейти ходим уже собственно к самой технологии с чего начать но прежде всего это выбираем книгу для рекламы художественная научно популярная сейчас буктрейлеры создаются практически по всем жанрам литературным так что выбираем книгу самое главное чтобы она вызывала у нас хорошие теплые эмоции из-под палки вряд ли что-то хорошее получится выбрали книгу знакомимся с ней и перечитываем ее пересматриваем прочитываем просматриваем с точки зрения воплощения на экране то есть выбираем какие-то интересные мысли делаем закладочки выписываем цитаты тут уже на ваш вкус то есть мы мысленно представляем что можно с этой книгой сделать на экране если мы хотим какой-то сюжет то выбираем какие-то эпизоды для сюжета если нам нужна атмосфера читаем книгу и выясняем какие чувства она у нас вызвала если нужна концепция выбираем цитаты можно сделать сразу все а потом уже на основе этого и в этом большом материале что-то выбирать чем больше мы собираем материала тем у нас будет больше выбора для создания видео дальше дальше нам на основе всего этого текста нужно создать какой-то сценарий хотя бы в голове чаще всего он представляется в виде такой таблички с одной стороны мы пишем что мы видим на экране причем надо писать подробненько буквально по сценкам первая сценка допустим на экране появляя на голубом экране кружатся снежинки и появляется обложка книги такой-то а с другой стороны в другой графе напротив мы пишем если нам нужна озвучка за кадром то есть что в это время говорит голос за кадром что он говорит про эту книгу если у нас музыка пишем там какая будет музыка громко тихо там правильно нужно тут прописать продумать как это все будет выглядеть вот и чем подробнее напишем тем будет лучше дальше а вот дальше про этот сценарий можно начинаем отбирать контент картинки прежде всего фотографии сканируем обложку книги изображение из книги и так далее все что будем брать если нам нужны какие-то фотографии то делаем фотографии рисуем картинки если рисуем находим подходящие материалы вопрос про авторское право возникает сразу но так или иначе мы все это собираем видеоролики если они там нужны например какие-то красивые заставки там абстрактные полосочки на экране там те же скружающиеся снежинки все это называется словом футаж маленькие видеоролики такие тоже их можно найти в интернете либо сделать самостоятельно дальше если у нас предполагается голос за кадром то нам нужно этот текст озвучить написать его прочитать красиво выразительно либо найти актеров которые это сделают за вас то есть это вот еще дополнительная такая музыка чаще всего буктрейлеры они с музыкой опять-таки нужен музыкальный фон а может быть и не один если вы несколько треков будете миксовать это все надо заранее сохранить себе компьютере скачать и все это в одну папочку собирать ну и наконец если нам нужны цитаты то их нужно тоже найти и подумать как их можно красиво представить в каком порядке как их оформить и так далее вот примерно в таком духе все это происходит временные затраты здесь конечно довольно большие потому что это все надо сайте найти собрать прочитать и написать здесь сам процесс монтирования видео не такой длительный как процесс собирания материалов это пожалуй самый главный самый долгий этап во всем этом строительстве буктрейлеров ну а какие требования собственно буктрейлер это очень небольшое видео 1 3 минуты я видела разные конкурсы буктрейлеров каких-то можно было видео до трех минут какие-то конкурсы вообще принимали видео длиной одну минутку тут уже на ваше усмотрение но стандартный размер 3 минута обязательно не обязательно это слишком категорично звучит желательно единый стиль оформления то есть если у нас анимация то это анимация если у нас рисованные картинки то они желательно чтобы всегда были рисованы то есть когда у нас такая мешанина получается на немножко отвлекает далее ну и естественно то же самое касается видеоряда музыки ну одна стилистика в общем если мы пересказываем сюжет тут главное удержаться не пересказать его до конца я об этом уже говорил то есть нужна какая-то интрига тоже подумаем как это сделать обязательно это все должно быть хорошего качества то есть если мы записываем озвучку она должна быть без шума с четкой дикцией желательно чтобы красиво и выразительно читалось хорошая громкость причем одинаковая на всей протяжении видеоролика чтобы те кто слушает в наушниках случайно не оглохли от неожиданного перепада звуков если у нас иллюстрации тут то они хорошего качества без введенных знаков и всяких там надписью посторонних и так далее отдельное слово о шрифте желательно чтобы шрифт был хорошо читаемый можно это проверить просто посмотреть ваш видеоролик на мобильном устройстве если на маленьком экране текст хорошо читается значит шрифт подходящий при всеми любви к разным завитушкам я тоже очень люблю всякие такие скриптовые шрифты которые наклонные с красивыми завитками и так далее но к сожалению на экране смотрятся они не всегда хорошо поэтому больше уделяем внимание округлым шрифтам без особых завитушек засечек которые хорошо смотрятся на всех видах устройств и по поводу авторских прав тут уже отдельный вебинар надо проводить по авторским правам самое главное если мы берем чужие иллюстрации то мы должны убедиться что мы имеем право на их использование это касается и видео и аудио роликов о том где брать эти материалы которые свободны для использования где не нужно спрашивать разрешение у автора я чую в самом конце вебинара покажу вам несколько ресурсов где можно брать такие материалы и свободно их использовать своих буктрейлеров таких сайтов достаточно много вот вкратце такая теоретическая справка по поводу буктрейлеров теперь переходим к практике калибри раздражает у меня презентация как вы видите сделано в калибре до у нас начали с экрана вообще идеален это точно ну может похожие на эти округлые а вот times new roman раздражает это бывает ну давайте смотреть начнем со звучки как можно записать звук вообще это не такая уж проблема особенно в условиях смартфонов когда есть хорошие возможности для записи даже с помощью диктофона вы можете на смартфон наговорить звук загрузить его на компьютер и вот собственно говоря озвучка готова иногда качество и такой записи у вас очень хорошая и даже можно особо на звук не редактировать но есть программа очень хорошая бесплатная программа называется она уда сети наверняка слышали ой спасибо за комплимент и так вот она примерно так выглядит она русскоязычная переведена в основном на русский язык можно скачать с официального сайта установить на компьютер она позволяет не только записывать звук вам нужно подключить микрофон и озвучивать наговаривать текст но еще потом можно его отредактировать я использую только наверно одну десятую всех возможностей на самом деле во вкладке эффекты здесь есть огромное количество всего разного я пока не все это понимаю из того что тут есть но мне нравится здесь удаление шума но из редакшн он называется подавление шума эта штука для того чтобы удалять такой закадровый шум вы наверняка это слышали сетели аудиозапись он еще называется белый шум когда микрофон такой чувствительность что ловит все что происходит за кадром такое немножко шипение появляется это он и есть вот с помощью подавления шума можно его удалить и сделать запись чистой но не как в аудио студии понятное дело но в целом будет чисто без шипения звучать голос далее можно усилить громкость если у вас недостаточно вы громко говорите но такая особенность можно немножко сделать погромче ну и в обратную сторону тоже можно потише что еще можно поиграть с голосом поизменять добавить эхо например если вам для красоты картинки это нужно какие-то особые эффекты добавить поднять на тон опустить на то но это уже более тонкие настройки так что вот пожалуй на сегодняшний момент это самый функциональный простой инструмент для использования именно для озвучивания и для редактирования звуков далее ну а далее собственно переходим к монтированию видео какими программами приложениями здесь можно пользоваться про мобильные устройства я говорить не буду потому что на мобильниках можно конечно видео монтировать но я не особо в этом сильно во первых но во вторых этих программ огромное количество для разных видов устройства во всем не расскажешь говорим о том что есть на компьютере или о том что можно установить и так наш старый добрый powerpoint я наверное я думаю что у многих на компьютере уже стоит 10 версия 10 версия powerpoint 2010 позволяет сохранять презентацию в формате видеоролика вот так что почему бы этим не воспользоваться только для того чтобы создать такой видеоролик нам нужно послайдово разместить весь наш сценарий и настроить автоматические переходы между этими слайдами и автоматический запуск всех спецэффектов которые мы туда встроим здесь достаточно долгий будет процесс ну я думаю те кто с powerpoint там работает наверняка таких большинство особых проблем возить тут не должно размещаем весь наш сценарий на слайдах картинки и тексты настраиваем анимацию там если нам нужно чтобы выплывали эти картинки и текст самое главное чтобы анимация воспроизводилась автоматически а не по щелчку обязательно за этим следим вот после того как мы все это разместили мы можем уже добавлять музыку например ну вот музыкальный файл мы загружаем через кнопку вставка мы его добавили он у нас отображается видео такого рупора ну а дальше powerpoint позволяет немножко с ним поиграть здесь есть монтаж звука можете обрезать его в конце например или в начале можно установить громкость погромче выставляем значок чтобы он скрывался при показе на видеоролике не нужен этот значок ну и чтобы он запускался автоматически это важно дополнительно во вкладке анимация мы можем настроить протяженность этого музыкального файла открываем вкладку анимация область анимации и там появляется название нашего трека на поляне появилась я по нему щелкнула и открылась такое окошечко внутри этого окошечка можно установить когда этот звук начнет звучать прямо сначала слайда или он будет звучать по времени например там с какой-то секунды обязательно выставляем параметры звука проверяем чтобы там запуск шел автоматически можно там сделать погромче чуть-чуть потише дополнительные эффекты плюс там же в параметрах звука устанавливаем когда этот звук закончится вот здесь например закончится после первого слайда слайд закончился и музыка перестала звучать если нужно чтобы он растянулся прямо на всю нашу презентацию то мы выставляем там другое значение допустим слайдов у нас 20 и заканчиваем все по 20 слайду вот таким образом каждый звуковой файл который мы подгружаем мы можем настроить один слайд можно добавить сразу много звуков например вас есть музыка а внутри музыки вы хотите чтобы еще пение птичек появилось вот мы загружаем два отдельных файла и каждый из них настраиваем то есть один начнется с первой секунды а второй начнется со второй секунды один продолжится дальше а другой закончится на этом слайде таким образом все это настраивается и последняя вишенка на торте мы настраиваем автоматический переход тут все понятно во вкладке переходы убираем галочку по щелчку и выставляем галочку после какой-то минутки это мы все определяем самостоятельно то есть можно автоматом что все слайды шли по 5 секунд но можно уже вручную на каждый слайд определенное время установить обязательно надо проверить чтобы все это работало включалась как надо длительная работа ну вот таким образом это все происходит и после этого уже собственно можно переходить с конвертации видеоролик если нам нужен голос за кадром что же делать ну во первых голос за кадром можно точно также разбить на маленькие кусочки и вот каждому слайду подцепить свою озвучку как и музыку как и с музыкой мы делали есть другой вариант можно подключить онлайн микрофон тогда переходы мы трогать не будем открываем вкладку показ слайдов выбираем запись показа и выставляем галочки обе и начинаем начать запись а дальше мы будем листать эти слайды и вслух их озвучивать тоже в режиме онлайн листаем следующий слайд и продолжаем тут уже как получится кто-то мастер художественного слова у кого-то получается однотонно все записывать у кого-то нет поэтому если у вас получается все 20 слайдов озвучить одинаково то здорово если не получается то записываем кусочки отдельно а потом в аудио дастите это все доводим до логического завершения что все было одинаково пролистали все слайды все это озвучили мы переходим к последнему этапу это конвертация выбираем сохранить и отправить создать видео ждем какое-то время все наши анимации видеоролики все что мы вставили внутрь этой презентации все будет сохраняться нам остается только ждать тут особо вмешиваться не надо чем длиннее видео чем больше вернее у вас анимации там внутри всяких файлов вставлена тем медленнее это будет происходить тут лучше закрыть все вкладки просто терпеливо ждать иначе если мы параллельно еще что-то делать немножко запись пострадает может быть у меня по крайней мере такое было то есть там скорость упадет и видео немножко затянутым получится какие-то паузы возникнут нам это не надо поэтому просто терпеливо ждем что у нас в итоге получится готовый видеоролик вы можете загружать на youtube сохранять себе на компьютер качество хорошее без проблем можно его использовать такая вот история давайте посмотрим теперь на онлайн сервисы те которые есть в интернете и те которые позволяют быстро и качественно тоже создавать видеоролики самый востребованный здесь формат это создание слайд-шоу для слайд-шоу очень много видео сервисов наберем в поиске слайд-шоу выпадет не один десяток правда они все в основном коммерческие и создают такие видеоролики типа свадебного видео семейные альбомы и прочее прочее нам это не очень подходит поэтому я выбрала более менее неплохие сервисы для того чтобы создавать хорошие буктрейлеры и учебное видео тоже первый из них называется они модом это сервис для создания слайд-шоу на основе фотографий текста и маленьких видеороликов есть у него обычный тариф он больше платный но есть тариф образовательный называется free classroom видеомейкер это тот же они мод а только в тариф учительский нужно в нем зарегистрироваться как преподавателю как учителю это здорово если вы работаете в образовательной организации если нет то придется здесь немножко схитрить но я думаю это не принципиально потому что библиотечное и образование они в общем близнецы братья очень близко к друг другу я обычно указывала одно из своих мест работы там нужно указать школу и предмет действительно было в моем опыте такое что я работала в школе и преподавал литературу поэтому я собственно это и указывала обязательно выбираем опцию education а далее нам от нас потребует еще второй адрес то есть основной ваш а второй как адрес учебного заведения тут вы можете указать просто свой второй любой адрес главное чтобы они не совпали и на ваш основной придет вам ссылочка для того что ваш аккаунт активизирован это очень быстро буквально пару минут и уже обладатель учительского аккаунта что он дает 77 шаблонов бесплатно более 100 музыкальных треков возможность добавлять свои файлы аудио и свои маленькие видеоролики из которых будете монтировать и хорошее выходное качество 720 единственный недостаток здесь у вас будет но это во всех сервисах онлайн это водяной знак в углу если видели собственно говоря снятые с помощью аудио с помощью анимота то вот они там присутствуют эти водяные знаки я вам ссылочку отправлю сейчас в чат это правда немножко и 720 качество чуть похоже ролик был снят давно сейчас 720 основного качества так что качество будет лучше если вы будете делать итак заходим внутрь но опять-таки здесь много разного видео шаблонов я имею ввиду они тут отсортированы holiday new popular и так далее можно просто начать с нуля так даже будет проще наверное для работы старт from from scratch scratch заходим внутрь и смотрим что оказывается видео здесь можно создавать трех форматов обычная для youtube прямоугольная есть квадратная для фейсбука например или инстаграма ездили вертикальная для разных других мобильных устройств ну стандартно выбираем допустим для youtube видеоролик ну и вот таким образом изнутри это все выглядит стартовый слайд здесь примерно все то же самое то есть у нас сценарий будет укладываться в слайдшоу слайды одна сценка один слайд что можно добавить на слайды если по нему щелкнуть то мы можем увидеть три кнопочки одна такая с квадратиками это для изменения шаблона если на нее нажать откроется весь список шаблонов дальше капелька это для заливки фона или для добавления на фон какой-то фотографии например ну и соответственно т это для добавления текста внизу все эти слайдики у вас будут на такой ленте вот первый появился он тут же у нас появляется и внизу кнопочка со стрелкой запускает предварительный просмотр какие здесь шаблоны есть а вот такие это еще не все там еще внутрь полистать будет еще больше на шаблоны на эти можно добавлять просто медиа то есть это просто картинка либо просто какой-то маленький видеоролик дальше только текст текст only и медиа плюс текст то есть текст с картинкой либо текст видеороликом все шаблончики можно пролистать выбрать подходящий сервис достаточно умный он умеет делать самостоятельные переходы между слайдами тут вам особенно надо будет ничего вручную устанавливать он подстраивает слайды под музыку музыки мы перейдем на следующем этапе после того как мы все слайды добавили открываем вкладку music и видим что дети большое количество разных треков они тут все даже по группам разбиты по жанрам и по настроениям драматическая спокойная энергичная и так далее выбираем она на ленте времени появляется в самом низу вот такой вот кардиограммы можно послушать не понравилось перейти к другой музыки можно свои загружать во вкладке йом-юзик оттуда после того как мы музыку добавили все прослушали все у нас хорошо идет переходим завершающему этапу сохраняем и нам предлагают на выбор три функции либо скачать на компьютер либо поделиться с ссылкой либо кнопка ше дает нам код чтобы встраивать на странице сайта и блога плюс еще она дает возможность тут же социальные сети это все отправить вот список социальных сетей которые здесь возможны youtube нам предлагают именно его потому что мы выбрали шаблон ютуба но в принципе в этот видеоролик можете добавить и на фейсбук и в инстаграм и твиттер если хотите опять-таки можно ссылку взять и делиться ссылкой просто и быстро если вы ищете что-то простое и быстро это хороший вариант единственное чего здесь нет это нет озвучки вы можете его загрузить в раздел ее music добавить туда правда на один слайд только одна звуковая дорожка давайте еще один вариант посмотрим люмен файв он позволяет уже добавить несколько звуковых дорожек я нашла один видеоролик правда он без музыки без озвучки но просто для варианта не самый популярный сервис хотя у него неплохие возможности он тоже довольно прост это сервис ориентирован на социальные сети прежде всего хотя и для youtube он тоже видеоролики делает он предполагает создание трех типов видеороликов такая необычность у него есть он может сделать видеоролик на основе вашей публикации либо какой-то любой вообще публикации например вы пишете в блоге что-нибудь и на основе этого можете сделать видеоролик сервис умный он будет вытаскивать из вашей публикации картинки ключевые слова добавлять что-то свое и в итоге получается видео нам больше подходит остальные два варианта это видеоролик на основе текста видеоролик на основе фотографий выбираем одну из двух этих опций выбираем шаблоны они здесь разные для фейсбука для инстаграма если чуть ниже будет и и для ютуба ну и варианты оформления есть разные совершенно возможности но вы можете все на свой лад потом переделать поэтому выбираем хотя приблизить на то что вам подходит и переходим к собственно к созданию ну вот например я какой-то любой текст вела выбрала опцию на основе текста ввела какой-то произвольный текст статьям не попалась под руку я ее и ввела сюда виде примерчик и дальше сервис взял и какие-то картинки из своей библиотеки сюда добавил и получилось у меня такой слайд-шоу с правой стороны несколько слайдов он выбрал на его взгляд какие-то ключевые слова из моего текста и на основе них и создал собственно набор слайдов вверху есть кнопочка для озвучки то есть вот можно подключить микрофон record your own voice over этому каждому слайду можем записать голос за кадром если у нас нужно а каждый сайт мы еще можем отредактировать вот мы щелкаем по слайду и можем здесь убирать картинку загружать свою если вам не нравится что сделал сервис мы все за него можем переделать текст менять устанавливать время перехода между этими слайдами там 5 секунд меньше больше и так далее ну и предварительно все это можно просмотреть так каждую сценку редактируем запускает переходы записываем озвучку и осталось только добавить музыкальный файл ну вот примерно стихотворение пушкина я взяла и он не на основе моря почему-то решил морскую тему взять и вот такой вот слайдшок я придумал ключевые слова он синенькие рамочки вынес то есть вот то что он вынес на слайды мы опять таки это все можем вручную переделать если нам не нравится если мы берем за основу фотографии до сценка это один слайд все верно если мы берем за основу фотографии то мы просто загружаем наши фотографии делаем между ними красивые переходы дополнительно можно привлечь сюда библиотеку сервиса она здесь большая и бесплатно правда там поиск на английском языке но тем не менее кстати в этой библиотеке есть не только фотографии там есть еще маленький гиф ролики такие смешные там мультяшные есть и какая-то природа есть такая для красоты и атмосферности их можно использовать в работе если что-то не нравится здесь кнопка upload media и мы можем добавить фотографии либо маленькие видеоролики тоже загрузить сюда в разделе music переходим к созданию выбору музыкальных треков либо из библиотеки либо уже сами загружаем если не нравится ну и на выходе получаем некий видеоролик нам дается возможность его скачать и разместить на фейсбуке только на фейсбуке для меня осталось загадкой так или иначе лучше конечно скачивать 720 качества такой же какой анимута в общем то довольно равнозначный сервис и промо правда в люмен файф можно еще добавить голос за кадром дополнительно просто и быстро тоже довольно таки еще один сервис тоже из того что я пробовала из того что я делала это сервиса top spark называется он еще проще чем предыдущие два у него примерно такие же возможности основе слайда в сценах умеет создавать видеоролики называется эта опция слайд-шоу как это все работает ну вот как анимота практически здесь все то же самое то есть один центральный слайд внизу лента времени со всеми слайдами на слайды через значок плюсик можем добавить фотографии тексты маленькие видеоролики можем загрузить здесь есть шаблоны правда их не так вот они с правой стороны на весь экран там посрединке так далее но мы можем самостоятельно все это регулировать у адопт spark а возможности меньше все потому что он больше рассчитан на мобильное устройство у него есть версия мобильная это как раз тот вариант когда можно на телефоне работать поэтому здесь слайд-шоу намного проще получаются по формату то есть это для каких-то таких очень простых видеороликов ну вот стихотворение я взяла рябиновый город наложила фотографии получился и совсем это буктрейлер может быть ну вот как литературное чтение получилось вот выходе мы скачиваем видеоролик либо можем поделиться в социальных сетях или ссылкой поделиться если угодно качество примерно у всех одинаковая ну вот пожалуйста через плюсик можем добавить видео фото естественно текст написать здесь не очень большой выбор шаблонов для оформления тут их не более десятка они правда все поддерживают кириллицу внизу есть кнопочка для регулирования переходов между слайдами ну и в общем то это все пожалуй все возможности этого сервиса еще один который вырвался сейчас на передовой это сервис канва я не уже говорила не один раз у него есть и видеоредактор на русский язык переводится по поводу русского языка они мод и и люмен файфы adobe spark они все англоязычные если вы хотите можно в google браузере перевести на русский правой клавиши мыши ну а если вам принципиально не нравится то можете попробовать канву она на русском языке в канве есть возможность создавать видеоролики шаблон так и называется видео хорошее качество хороший формат широкоформатные видеоролики тоже все делается на основе слайдов самое главное что мы здесь должны помнить что не стоит загружать очень тяжелые видеоролики ну вот у вас есть какие-то очень тяжелые фрагменты видео которые вы хотите вставить ваш буктрейлер к сожалению они могут подвисать а еще здесь ограничения 5 гигабайт свободного пространства даются на все что вы здесь создаете поэтому тут лучше брать какие-то легенькие видео либо обойтись фотография но это так это мой комментарий давайте смотреть на что это похоже в общем принцип понятен это примерно все то же самое что и было в предыдущих сервисах внизу такая лента из слайдов мы можем сюда добавлять свои слайды брать их из шаблонов для оформления либо пустые и наполнять их своим содержанием внутрь каждого этого слайда мы можем добавить и фотографии и маленький видеоролик здесь есть библиотека называется библиотека звуков называется аудио библиотека видео так и называется видео обязательно смотрим чтобы они были бесплатные иначе если мы выбираем допустим из библиотеки ну например какую-то картинку она будет с водяными знаками то есть сразу видим что это все платный функционал но здесь можно все свое загружать если ничего не понравилось предложено ну вот мне понравился березовая роща я вот ее примере и попробовала вставить все взятые сервиса дополнительно все элементы которые мы вставляем можно редактировать ну например это роща очень длинная 11 секунд немного если нажать на кнопку кроп обрезать но у меня англоязычная версия сейчас на экране вообще есть русскоязычная если нажать на кнопку обрезать то мы можем это все уменьшить ну вот я северное сияние например обрезала из практики ползунки с одной и с другой стороны двигаем то что серая будет отрезана то что цветное она останется на экране то есть вот сделай из 10 секунд 4 секунды и все это осталось на слайде поверх видео можем добавлять картинки поверх картинок видео тут многослойность приветствуется что касается текстов они тоже редактируются есть набор шрифтов не все поддерживают русский но так или иначе можно что-то выбрать есть дополнительные эффекты и анимация к переходам чтобы текст появлялась исчезала красиво плавно это все в экране смотрелось то же самое касается и фотографий к фотографиям применяются разные виды эффектов тоже можно сделать анимацию появление исчезания и тому подобное на последнем этапе добавляем музыку она выбирается из раздела аудио и поможем свои файлы добавить вот она вверху налить и время появляется этот музыкальный файл ну а дальше то же самое он отображается и вверху есть мы можем тоже его немножко подрезать если он длинный например можно с помощью ползунка уменьшить его продолжительность окончания например у него оторвать если он не нужен вот таким образом это все добавляется постепенно ну и затем на выходе это мы все ждем когда она сформатируется и получим видеоролик но чаще всего канва это тоже однодорожный вариант то есть либо с озвучкой либо с музыкой вот если мы хотим выбирать какие-то да вот по поводу записывать голоса я не нашла такую опцию кто в канве специалист может быть подскажет может я плохо искала и пока такую возможность нашла вы можете озвучку добавить так записать ее с помощью какой-то сторонней программы с помощью аудио дасти подгрузить ее как музыкальный файл таким образом можно еще одна интересная штука совсем недавно нашла интересный вариант я вам отправлю ссылку просто на сам сервис потому что примеров у меня нету для этого сервиса но он без регистрации то есть вы можете вот прям сейчас зайти и попробовать там по нажимать разные кнопочки попрактиковаться это такой вот необычный онлайн-видеоредактор на русском языке сразу в чем необычность мы были горизонтальной ленте времени здесь она вертикальная музыка фон основной и текст здесь все тоже работает по слайдово то есть мы загружаем какой-то массив контента например я загрузила несколько обложек книжек экране они тут же появились как основное далее можем к ним добавить фон в разделе фон щелкаем и загружаем либо свою картинку можно добавить либо выбрать что-то из библиотеки но я просто залила просто синим допустим этот фон можно на все слайды добавить а можно подвигать мышкой и допустим на каждый слайд свой отдельный сделать если необходимо но в разделе музыка добавляем свой музыкальный файл если необходим они предполагают этот сервис предлагает нам что-то из других сервисов взять но походила по этим сервисам поняла что там все платное поэтому проще загрузить наверное свой музыкальный фрагмент в разделе текст мы просто добавляем какую-то надпись конкретно каждый слайд еще можно отредактировать дополнительно щелкаем по нему и открываются дополнительные настройки то есть вот эту картинку в кадре можно к ней добавить рамочку фон можно ее повернуть сделать прозрачной например что же самое касается и текста к ним тоже есть дополнительные эффекты если мы хотим набрать какой-то текст здесь все предельно просто тут добавление текста очень простое добавление картинок простое то есть слайд шоу делается там минут за 20 наверное если у вас уже все под рукой есть правда в этом есть и свои недостатки потому что сервис поскольку бесплатно там огромное количество рекламы всплывает тут приходится включать какой-то блокиратор рекламы плюс когда на выходе мы будем это все монтировать нам придется ждать здесь достаточно долгий процесс форматирования видео и нужен мощный интернет чтобы со всем этим справиться что он еще умеет стараюсь сейчас вспомнить что я еще не сказала какие у него ограничения видео до 10 минут поскольку у нас буктрейлер нам это не грозит маленькая будем создавать видео формата выходной 720 в принципе это неплохо все что вы загружаете не должно быть больше чем 300 мегабайт вот пожалуй и все из ограничений поскольку это все без регистрации то есть вы сделали и тут же скачали это все нигде не хранится то есть нет никакого личного кабинета поэтому просто готовый продукт скачиваем себе на компьютер и на этом заканчивается наша история тоже однодорожечный такой простой слайд шоу а нам подсказывают что и в канве можно вариант записать себя как видео с голосом ну в общем да наверное так тоже можно не пробовала можно поэкспериментировать ну и последнее все таки на мой взгляд если мы хотим поставить на поток производства буктрейлеров и у нас ну предполагается что это не единичная работа а массовая работа будет с большим количеством материала то все таки может быть стоит обзавести специальной программы для видеомонтажа которая может позволить больше то есть и чтобы было несколько дорожек чтобы одно видео можно было наложить поверх другого чтобы можно было управлять звуками красиво располагать на экране какие-то спецэффекты интересные применять какие есть программки давайте посмотрим простые и не очень на самом деле их много разных ну вот это только малая часть я естественно все их не смогла обозреть в принципе цели такой не ставила выбрала то что мне показалось наиболее интересным ну самое простое если у вас есть windows и если у вас есть там набор каких-то программ то можете поискать хорошую программу movie maker это отличная штука для начинающих я тоже с нее начинала поэтому вот самое простое если никогда с видео дело не имели начать с нее она еще по-другому называется киностудия windows life в разных версиях правда не во всех windows ахана рабочая вернее не во всех windows ахана есть так что если есть то можно на ней потренироваться сожалению где скачать и установить ее нельзя раньше было можно сейчас windows это все закрыла и уже никак не получается давайте несколько слов о них скажу она безумно простая это сервис для создания одной дорожки видео и одной дорожки аудио вы можете внутрь видеоролика загрузить любое количество фотографий видео есть здесь простые опции для обрезки видеоролика есть простые опции для добавления разных спецэффектов текстов анимации визуальных эффектов можно записать видео с веб-камеры если нужно добавить музыку поверх вашей истории но и кнопочки которые у меня сейчас в рамке выделены для добавления титров начале текст видео в конце и прям поверх слайда три кнопки все буквально в нескольких вкладках поэтому все очень просто по центру будет основной слайд над которым вы работаете а с правой стороны все остальные давайте буквально несколько опций покажу вам во первых здесь можно музыку подгружать не обязательно сначала видеоролика подгружать например ее с любого момента это большой плюс у этого сервиса то есть вы можете несколько музыкальных файлов сюда добавить на один правда не будут поверх друг друга один за другим здесь такой линейный будет монтаж далее громкость можно отрегулировать угасание и нарастание например вначале чтобы у вас музыка шла с нарастанием и в конце чтобы постепенно сходила на нет хорошая опция в разделе правка вы можете разделить ваш видеоролик например у вас какое-то видео вы хотите его подрезать для этого нужное место щелкаем мышкой вытираем опцию разделить нужный фрагмент просто удаляем правой клавишей больше все здесь очень просто разобраться буквально полчаса и уже можно что-то попробовать самостоятельно сделать на выходе получаем хорошее видео в хорошем качестве и в общем для начинающих это хороший вариант особенно если у вас на работе особо не стоит допустим какая-то программа специально для видеомонтажа есть только это а нужно срочно сделать буктрейлер поступил такое задание я сделала я конечно понимаю что это несовершенная вся история до безрыбья и movie maker тоже отлично сгодится другой вариант ну вот пожалуйста сохраняем фильм клавиши сохраните из кого у нас сохранять на компьютере если хорошо поискать то можно найти другой вариант movie maker а еще более простой называть он просто видеоредактор ну вот в 10 версии windows у меня почему то есть и то и другое наверное повезло он должен на русском языке тоже все очень просто здесь поменялись местами лента времени появилась внизу а слайд переехал центральный слева направо но смысл примерно тот же самый все перетаскиваем мышки сначала все загружаем в большую корзину все фотографии а затем просто мышкой переносим их вниз и они у нас отображаются на большом экране здесь хорошая опция появилась обрезки кадрирования ну вот например и замечаете да что некоторые фотографии с черными полосками по краям когда они не вписываются в формат здесь есть возможность откадрировать то есть обрезать эти черные полоски чтобы было красиво дополнительно здесь можно добавить тексты движения камеры допустим слева направо справа налево 3d эффекты есть красивые например заморожки заморозки там экрана дождик идет снежочек падает вот такие варианты фильтры тоже фоновая музыка есть даже есть библиотека этой фоновой музыки довольно неплохая правда там она в основном веселенькая грустный плава там не нужно было грустная ну и есть возможность добавлять свой звук называется это пользовательский звук правда тексты там очень очень простые в тоже movie maker и можно шрифтик выбрать там цветом поиграть здесь стандартный набор каких-то вот шрифтов для оформления вот такие простой сентиментальной радость классическая крупные мелкие и так далее вот не очень большой но зато это все делается безумно быстро вот буквально несколько щелчков уже практически готово все на выходе сохраняем видеоролик формате видео сохраняется он на компьютер единственное чего здесь мне не хватило это переходов между слайдами movie maker и были красивые переходы плавные здесь их почему-то нет и создатели почему-то про них забыли или специально не добавили резко получается переход от одного слайда к другому это не очень понравилось поэтому но я имею ввиду конечно этот сервис но пользуюсь им не так часто давайте посмотрим теперь бесплатные варианты если мы хотим что-то феерическое создать например если нам нужно несколько звуковых дорожек несколько видео дорожек где одно накладывается повернуть руку его примером у меня нет для этого сервиса не нашла я буктрейлера но расскажу вам о самой программке ссылку дала вам эта программа она скачивается и устанавливается на компьютер она бесплатная вернее у нее есть бесплатная версия с него как не сказать что небольшой с хорошим функционалом и есть платная еще больше но вот даже бесплатно и собственно хватает даже вот потому что сейчас на экране мы представляем насколько я все стало более грандиозным то есть несколько звуковых дорожек синенькие зелененькие несколько видео дорожек тексты поверх всего этого добавляются разные визуальные эффекты переходы разные другие замечательные вещи программа называется davinci resolve какие у нее необходимые требования тут перед тем как установить программу обязательно прочитайте системные требования подходит ли ваш эта программа под ваш компьютер у всех железо разное и поэтому тут надо выбирать в этом случае ну вот смотрите здесь например требуется правил обязательно windows десятка и 16 гигабайт системной памяти чтобы это все функционировало оперативная память должна быть не менее 2 гигабайт вполне себе серьезные требования программа серьезные требования соответствующие тут смотрим если у нас не очень сильный компьютер придется поискать какую-то другую альтернативу но если вы хотите что-то такое хорошего профессионального качества то и бесплатная к тому же то можно к ней к этой программке присмотреться базовые инструменты кадрирование обрезка разделение на части объединение в один файл поворот кадра на определенный угол воспроизведение в обратном порядке изменение громкости стабилизация видео добавление субтитров текстов 70 видов разных переходов цветовые фильтры восстановление поврежденных видео и фотографий правда не знаю как это все работать будет ну такая опция здесь заявлена самая главная гордость этого сервиса цветокоррекция вот пожалуй это только малый перечень дополнительно надо смотреть уроки описание этой программки так что вот для такого профессионального монтажа с хорошим компьютером она подходит про pinnacle скажу чуть позже то она у меня тоже есть я даже попробовала кое в чем сейчас до нее доберемся но она платная поэтому я оставила на закуску давайте к бесплатным еще один вариант open shot portable это для тех пользователей у которых нет возможности устанавливать компьютеры на компьютер программу например на работе у вас нет доступа и и нет такой функции администрирования что вы самостоятельно ничего на компьютер установить не можете а нужно видеоредактор какой-то есть как это сказать портабельная версия в общем эта версия которую не надо устанавливать а эта программа она работает с флешки то есть вы скачиваете себе на флешку добавляете и на компьютере и открываете без какой-либо дополнительной установки называется эта программка open shot portable я не пробовала но слышал они очень хорошие отзывы поэтому взяла в обзор она русифицированная англоязычный сейчас вариант на экране она на русском языке есть инструкция по ее установку и по работе так что можно попробовать если кто-то работал может быть поделиться сейчас в комментариях чем хороша программка она умеет все основные опции то есть она все форматы поддерживает у нее есть инструменты для добавления нескольких аудио и видеодорожки даже хромакей широкий набор фильтров переходов и разных анимационных эффектов что тут еще есть цветокоррекция и многое многое другое хороший набор для программы которая работает на флешке вот выходной файл что у нас тут до 1440 качество это вообще отлично на флешке это будет у вас занимать 130 мегабайт свободного пространства adobe хорошая программа очень дорогая еще один бесплатный видеоредактор тоже профессионального качества это тот вариант когда у вас железо не очень сильная когда компьютер к сожалению ограничен в своих возможностях выбора ты какой-нибудь да винчи установить но не получается сервис программа называется vsd с бесплатный видеоредактор на русском языке вот только малый перечень того что он имеет у него как у да винчи тоже две версии бесплатная хороший базовый функционал и платная там для очень продвинутых пользователей примерно все то же самое что то винчи этот сервис тоже и умеет и цветокоррекция хромакеи несколько звуковых дорожек работа с громкостью и так далее давайте посмотрим как это выглядит в природе вот примерно так ну я немножко пугающе потому что здесь огромное количество каких-то кнопочек каких-то надписей хотя все и на русском вроде но тут придется что называется разобраться все понажимать и все попробовать слишком такой богатый функционал слишком много кнопок это может немножко отпугнуть начинающих есть уроки видео уроки если кто-то боится то можно их посмотреть а собственно говоря как всегда методом научного тыка нажимаем смотрим что получается чем выгодно отличается эта программа от всех остальных она требует для установки всего 50 мегабайт и память должна быть 256 мегабайт вот ни одна другая программа на таких низких условиях не работает низких в кавычках естественно она действительно делает хорошее видео хорошего качества здесь большие возможности единственное непривычный нам интерфейс мы привыкли к простому минимализму здесь довольно много всего и придется потратить время несколько дней точно чтобы во всем этом разобраться но в целом программа вставляет очень хорошее впечатление очень хорошо работает на любых компьютерах еще одна программа мы уже переходим теперь к платному функционалу видео бета-эдиттер хорошая одно время была программа пока она не вела платные условия она вот как раз напоминает муви мейкер только с большим функционалом то есть здесь тот же муви мейкер только продвинутый несколько дорожек несколько аудио-видео дорожек добавление видео эффектов все все то же самое как в муви мейкере здесь есть шаблончики для текстов для каких-то визуальных эффектов она на русском языке теперь главный недостаток она имеет только как это сказать бета-версию она рассчитана по моему на две недели 14 дней это версия демо версия вот за 14 дней можно попробовать наделать много видеороликов да она потом уже определиться нужна вам эта программа или нет в дальнейшем далее сервис просто не дает вам экспортировать видео и просит время денежку когда вы пытаетесь создать видеоролик платная версия 30 долларов стоит где-то так в общем неплохой инструмент здесь не так много кнопочек как в предыдущем сервисе он немножко попроще но к сожалению возможности немножко ограничены а так собственно гора хороший функционал ну вот просили про pinnacle studio рассказываю что я думаю про pinnacle studio хороший инструмент хорошая программа она к сожалению никаких демо версий у нее нет даже попробовать ее не дают либо покупай либо никак вот одно время когда я не сильно была продвинутым пользователем но мне нужен был хороший какой-то большой инструмент полупрофессиональный для работы я купила эту программу около 7000 она стоила сейчас немножко дороже по моему 11 тысяч она стоит на сегодняшний момент правда там пишут если она вам не понравилось мы можем вернуть вам деньги не знаю как это работает но в общем программа с хорошим функционалом сейчас последняя версия 25 уже вышла она постоянно обновляется что-то новое происходит что мне в ней понравилось неограниченное количество звуковых аудио дорожек и видеодорожек огромное количество шаблонов здесь шаблоны есть для всего и для текстов и для переходов между слайдами здесь есть интересные всякие штучки наподобие книжки с переворачивающимися страничками волшебной палочки которые что-то оживляют такая вот интересная вещь конечно это все она очень требовательна к компьютеру 10 гигабайт для установки 512 мегабайт оперативной памяти во-первых она требует но во-вторых даже если это все у вас есть у меня было к сожалению она подвисает и чем больше она обновляется чем больше там появляется чего-то нового тем больше начинает она подвисать вот последнее время я перестала с ней справляться потому что она стала работать очень медленно и все время зависала вот так что пришлось увы от нее отказаться она пока у меня стоит на компьютере удалять ее совсем не как-то жалко вроде как деньги за нее заплаченные но вот пока я отказалась наверняка наверно уже окончательно к ней не вернусь хотя вот такая есть другое вариант еще более круче это sony vegas pro вот здесь есть возможность ее скачать и 30 дней попользоваться бесплатно по изображению вы видите чего тут только нет но это уже профессиональная программа собственно pinnacle тоже себя позиционирует как профессиональная она естественно платная версий разных много раньше можно было ее один раз на всю же оставшуюся жизнь скачать это стоило около 400 долларов нет даже больше немножко вот сейчас что сейчас там есть возможность ну про демо версию я уже сказала собственно цена отпугивает сразу ну и по даже вот за этот месяц у меня не получилось освоить все ее возможности потому что здесь как таковых нет шаблонов вообще то есть все выстраивается вручную ручками допустим нам нужно добавить текстовую надпись и нам каждую буковку надо прописать как она появится с какой тенью в каком направлении ну вот я так простенько объясняю смысл примерно в этом это тратится огромное количество времени на все эти текстовые надписи на все эти субтитры это все здорово если вы профессиональный монтажер и вот работаете с видео постоянно для таких как я не очень опытных пользователей это отпугивало безумно я потратила безумное количество времени на текстовые надписи потом плюнула и сделала их просто пове мейкере и вставила внутрь вот с этим я не справилась но зато здесь отличная штука она очень хорошо экспортирует бывает такой да что мы сделаем кучу такой длинное видео туда много всего вставим и ждем и ждем и час и два пока она вообще с редактируется сконвертируется а потом самое грустное что может это все трубиться и приходится начать все сначала вот поэтому что тут сказать вот у sony vegas этого нет то есть мы можем там кучу видеороликов вставить один поверх другого куча аудиодорожек добавить и он сконвертирует это безумно быстро я все время удивлялась как это получается почему такой быстрый конструктор здесь вот логика согласна что странная логика это бесит где-то мне понравилось где-то мне не очень где-то я плюнула и сделала другими средствами в общем ну если хотим прикоснуться к профессиональному качеству можно попробовать сразу предупреждаю что на выходе получится видеоролик очень тяжелый там нужно выставить качество поменьше например у меня за две минутки сделал видеоролик весил 12 гигабайт у меня даже не на одну флешку это не поместилось пришлось сжимать потом а как я загружала на youtube это отдельная история поэтому здесь внимательнее ко всему этому ну вот такая программа существует если захочется можно попробовать 30 дней и определиться нужно нужно она или нет она очень требовательная 16 гигабайт свободного пространства чтобы она заработала около 2 гигабайт оперативной памяти должно быть тогда это все будет летать ну вот правда премьер уже в комментариях упоминали да это пожалуй вот я на последнее место поставила потому что с одной стороны это профессиональное качество с другой стороны она самая дорогая я долго ходила по всем этим тарифам высматривала что и как получается у нее платная подписка примерно 1600 рублей в месяц но это не навсегда то есть вот 1600 за месяц заплатили и будьте добры каждый месяц выкладывать такую сумму то есть это программа которая постоянно будет требовать у вас денег за это вот примерно так она выглядит я не стала с ней баловаться устанавливать ее потому что у него бесплатная версия всего на 7 дней я точно поняла что за 7 дней я это не освою поэтому просто вот чисто теоретически скажу что она такая замечательная существует вся в хороших эпитетах она отлично работает ну в общем что все что что и во всех остальных программах и очень хорошего качества действительно профессиональная программа для людей которые любят умеют и практикуют что называется так что можно присмотреться тоже есть русскоязычная версия работать не несложно здесь есть возможность подключиться к образовательному тарифу обещают для образовательных организаций скидку 46 процентов если интересно то можно воспользоваться таким предложением работа с разными видами видео и тексты и огромное качество видео аудио дорожек очень перечислять все не буду она умеет все в заключении то собственно говоря чем пользуюсь я на сегодняшний момент это ни в коем случае не реклама я просто рассказываю о своем опыте работы это сервис movavi да это может быть не супер профессиональная программа но поскольку я этим занимаюсь часто и много и времени как правило не очень много для создания одного видеоролика мне нужно было рабочая лошадка которая работает на не очень сильном компьютере но которая не будет подвисать и будет стабильно работать ну вот ценник пожалуйста на экране у меня стоит видео сьют он около двух тысяч сейчас стоит это на всегда то есть платим 2000 единственный минус это на один компьютер то есть если вы планируете устанавливать сразу на несколько компьютеров то придется купить две лицензии сколько путь устанавливать столько потому что один код лицензионный он дается только на один компьютер что умеет эта программка у нее есть базовый функционал собственно его хватает там основные возможности я сейчас вам сейчас я про сейчас вам покажу как это выглядит вот так здесь мало кнопочек как вы видите здесь все на русском языке здесь очень в принципе все понятно логика простая это movie maker но он очень продвинутый movie maker я бы сказала здесь можно множество аудио-видеодорожек можно добавлять здесь хромакей здесь есть наши любимые шаблоны и текстовых надписей разные спецэффекты здесь уже внутри самой программки есть и видео и аудио эффекты и видеоролики маленькие футажи и разные фоны мы дополнительно можем добавлять свой функционал естественно все загружать и еще дополнительно он дает возможность приобретать разные наборы спецэффектов для разных видов например если вы делаете что-то детское то детские наборы в эти наборы входят и видео и аудио и текстовые форматы то есть покупаете скачиваете устанавливаете внутрь программы такой апгрейд делаете и у вас этот набор работает можно набор такой приобрести навсегда а можно сделать подписку на год подписка стоит уже около 2000 это значит что вы имеете доступ ко всем эффектам вы можете все прямо скачать а там большой магазин но пользоваться этим только год либо можете поодиночке это все скачивать тогда навсегда получите даже базового функционала в принципе хватает для видео я то что нужно подкачала все таки нужны были какие-то вещи например зимнее видео было нужно со снежинками и прочим я там немножко это все прикупила что у нас в итоге получается очень неплохой функционал средняя требовательность что тут для установки нужно устанавливается на любой microsoft начиная с 7 версии до десятой требуется 850 мегабайт свободного места память такая до 2 гигабайт ну средние системные требования ничего такого супер выдающегося но это вот хорошая рабочая лошадка я бы сказала есть здесь бесплатный демо версия бесплатная на 30 дней можно попробовать только будет с водяным знаком этот видеоролик но зато можно внутри программки поработать и посмотреть нравится не нравится здесь еще есть возможность подключиться к программе мало вид для образования если вы от лица своей образовательной организации напишите просьбу о покупке такой программы вам ее предоставить бесплатно вот такая возможность есть плюс здесь и если вы не от лица образовательной организации вы сами преподаватель например, где-то работаете, не хотите задействовать свою организацию, то вы можете приобрести со скидкой, ну, там около 1000 рублей получается. То есть так она стоит 2, а так будет для вас 1,5 стоить. Но для этого нужно прикрепить справку, что вы работаете в этой образовательной организации. Такая же история для школьников и студентов. То есть, может быть, у вас там сын, дочь учится где-то, можете справку с учебы взять и ее прикрепить. Вам дадут со скидкой эту программу для работы. Это хорошая штука. У нее очень хорошая техподдержка, я еще бы сказала, потому что когда мне было чего-то непонятно, я им написала, и моментально пришел ответ, при том мне еще с обратной связью это все было. Если вы не поняли, то, может быть, объясните то-то и то-то. Мне очень понравилось. Поэтому пока я остановилась на этой. Для моего компьютера подходит и очень быстро, и просто здесь работает, комфортно. Ну и в заключении буквально несколько слайдов я уже просто полистаю. На этих слайдах я собрала для вас разные сайты со стоковыми информациями, фотографии, картинки, где их, собственно, брать. Можно просто через Google поиск набрать. Выставляем опцию лицензия Creative Commons, то есть это такие лицензированные картинки, которые можно свободно использовать. И вам все картинки отсортируют. Плюс внизу ссылочка на 30 бесплатных фотостоков, где вы можете тоже позаимствовать разные картинки. Музыка и звуки. Тоже набор разных красивых вещей, разных сайтов. Отдельно у меня стоит фонотека YouTube. Но она сейчас работает только для тех, у кого есть свой канал на YouTube. Если он у вас есть, то можно все звуки и музыку брать из фонотеки. Отдельно хороший сайт Шумотека стоит упомянуть. Это русский сайт, где разные красивые шумы можно взять. Там стрельба, звуки поющих птиц, метроном, там звук пишущего карандаша и многое-многое другое. Ну и дополнительно еще несколько сайтов нагрузку, что называется. Что касается красивых видеопереходов, так называемых футажей. Есть хороший русский сайт, называется он Футажек. Я очень много оттуда взяла. Там, правда, они скачиваются поодиночке. И в день можно скачать только 10 футажей. Но это не страшно. Можно посмотреть и определиться, какой вам нравится скачать его на компьютер. Но они здесь такие анимированные, в основном и абстрактные. Там какие-то полоски летающие, абстракция какая-то. Если вам нужны атмосферные видеоролики, там какая-то природа, шаги человека, там лодка плывущая, ну все что угодно. То мне, например, нравится сервис Pixels, сайт Pixels. Здесь огромная библиотека, на русском языке хороший поиск. Причем он даже ищет какие-то совершенно такие сложные запросы. Например, мне нужны были смеющиеся в снегу дети. Я их нашла, так или иначе. Так что он мне больше всех нравится. Но еще дополнительно, вот еще несколько. Pixabay хотела в этом списке обозначить, потому что он одновременно ищет фотографии, музыку и видео. Три в одном. Здесь библиотека, прямо вот заходишь на один сайт и сразу находишь все, что нужно. Вот, пожалуй, на этом и все. Как всегда, я немножко задержалась. Но я надеюсь, что информация все-таки была вам полезна. Вы найдете для себя что-то интересное. Да, вот Крэлла хорошая штука, но там есть ограничения по скачиванию. Поэтому я не стала брать его в обзор. Расскажу о нем на ближайших вебинарах обязательно. Спасибо за подсказку. Я о нем не забуду. Если еще какие-то вопросы есть. Так, вопросы есть. Карафе вопросы. Не скрадывает ли буктрейд внимание с основного материала? Книгу читать гораздо трудоемче, чем посмотреть короткий и насыщенный видеоролик. Ну да, и тут уже есть ответ, что заинтересовать читателя. В принципе, да. Главная задача заинтересовать. Как вы относитесь к сервису Супа.ру? Я его не пробовала. Насколько я поняла, он создает маленькие видеоролики, такие тизеры больше, чем буктрейлеры. Я его имею в виду, но пока не пробовала. Если у вас есть что сказать по поводу Супа, буду рада. Вы можете мне написать на электронную почту, либо, может быть, каким-то другим образом. Я о нем знаю, что он такой существует, но пока не пробовала. К сожалению, все сервисы объять невозможно. Я вот на сегодняшний момент собрала то, о чем знаю сейчас. Спасибо вам большое за добрые слова. Надеюсь, информация будет вам полезна. Пока не ушли, скачайте материалы, если они вам нужны. Ну, как всегда, мои координаты. Ну и на этом тогда буду прощаться. Спасибо большое, что были. Следующий вебинар через неделю. Поговорим о созданиях медиапубликаций, так называемых лонгридов. Всего доброго и до следующей встречи. Продолжение следует...